В выполнении выступлений в Украине, хочу сказать, что очень подробно правительство рассматривает на регулярной основе, начиная с весны, подготовку регионов к зимнему, осенне-зимнему отопительному сезону. Сегодня хочу доложить, что все идет соответствует утвержденными графиками. Максимальная нагрузка зимой ожидаемая в составе 13 750 мегаватт. Это выше на 350 мегаватт, чем в прошлом году. И станции готовы нести эту загрузку. Запланировано провести капитальный ремонт целого ряда турбин, каптов, других агрегиатов, энергоблоков. Ремонт идет в графике, в отопительном сезоне все будет готово. Акиматами регионов удержаны температурные графики работы тепловых сетей. При средней температуре наружного воздуха плюс 8 градусов в течение 3-5 суток на всех энергоисточниках обеспечен запас топлива до начала осеннего и зимнего сезона. И решением Акимата будет подано тепло в дома, в учреждения наших жителей в соответствии с утвержденными графиками. Так что мы зимой не замерзнем. Добавлю о том, что ведется накопление топлива, достаточное количество и в графике накоплено количество мазута и угля. Коммунальные предприятия для них специально выделены по меньшей цене, чтобы не поддержать цены. 330 тысяч тонн мазута по цене 34 тысячи тенге за тонну с НДС при рыночной цене порядка 40 тысяч. На рынке это тоже будет сделано. Закачан газ в наши подземные хранилища уже 92% от их емкости. Емкость их порядка 1,5 миллиарда кубических метров. Так что газ также запасен. Есть некие отставания по некоторым регионам в ремонтах, но в разумных пределах на уровне прошлого года. Но это в основном в южных регионах. И это отставание тоже было обсуждено на правительстве. И на указание, так сказать, ликвидировать его, ну и в соответствии с графиками должны быть приготовлены сети электрические, тепловые, внесения нагрузки. Обращено внимание Западно-Казахстанской области на то, что в последние годы часто случается обледенение, немножко изменился климат обледнения сетей. Из-за этого случаются порывы сетей. Значит, соответствующие аварийные бригады, соответствующие службы должны быть мобилизованы, чтобы мы не допустили прерыва энергосабжения наших городов. В целом ситуация находится под контролем правительства Акимата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...